Всем привет! Вы на канале Морковь Про. Со мной Вика и Соня, и я Света Кемер. И сегодня мы будем снимать челлендж «Выбери правильный соус к блюду». Суть челленджа состоит в том, что девчонкам будут даваться одинаковые блюда, но им будет доставаться разный соус. Например, Соне достанется крабовые палочки и сырный соус, а Вике крабовая палочка и гранатовый соус. И девчонкам это предстоит все съесть. Я вам гарантирую, челлендж получится бомбовый. И еще для тебя небольшое задание. Посмотри вниз, и если у тебя кнопка еще не серая, то нажми на нее, и пусть она станет у тебя серая. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили уведомления о новых роликах, которые выходят на канале Морковь Про. Ну что, девчонки, поехали? Поехали! Первый раунд. И в этом раунде девчонкам достались вот такие вот аппетитные оладушки. Но не все так просто. Девчонкам следует выбрать, какой соус они будут намазывать на эти аппетитные оладушки. А как они это сделают? Очень просто. У меня есть бумажки. Они у меня сейчас возьмут эти бумажки и узнают, кому достанется соус под номером один, а кому достанется соус под номером два. Ну что, готовы? Да. Тяните. У меня два. У меня один. Открывайте крышки и давайте посмотрим, какой соус вам достался. Раз, два, три. Ого. Вике достался соус. А, это не соус, это варенье. Вика, тебе повезло. А Соне не очень. Соне досталось аджика. Фу, как я это буду есть. Мы тебе водички потом нальем. Ну что, наливайте на свои оладушки ваши соусы. А много его нужно? На всю территорию оладушки. Какой ужас. Это очень противно. Мне искренне жаль Соню, что она это должна будет съесть. Вик, а ты? Сейчас не получаю. Давай я тебе помогу открыть. Подожди, давай. Ого, ты насильная. Туда макать можно. Ты, наверное, будешь макать, а Соня будет есть. Я предлагаю начать с Вики. Ну как, твои ощущения? Вкусненько? Очень вкусные оладьи и очень вкусное варенье. А теперь давайте перейдем к Соне. Я так много налила этой аджики. Мне кажется, это будет очень противно. Не то, что противно. У нее все горло будет сжечь. Как страшно, господи. О, господи. Все, переходим ко второму раунду. У нас второй раунд. Соня у нас пьет водичку и отходит от первого раунда, потому что аджика просто ужас с салатушкой. Как твое горло? Очень сильно дерет. Это невозможно. Во втором раунде девчонкам досталась копченая колбаска с салями. А сейчас мы узнаем, какой соус достанется им в этом раунде. Я достаю наши бумажечки. Кто какую выберет? У меня опять два. У меня опять один. А теперь открываем крышечки и смотрим. Раз, два, три. Соус за... Кизиловый. Вике достался кизиловый какой-то соус. Ты знаешь, такой соус? Нет, вообще я впервые вижу. А Соне достался кетчуп. Как думаете, какой соус подойдет к колбасе? Кизиловый или кетчуп? Я думаю, что мне явно больше повезло, чем Вике. Ну что, девчонки, вы готовы? Всегда готова. Ну, не всегда же тебе кушать оладушки с вареньем. Надо колбасу с кизиловым соусом. Слава богу, то что я ничего не добавляю на еду. Ладно, я прям ткуну. Я сделала бутербродик из колбасы. И кетчуп. Налила кетчуп. С удовольствием наслажусь этой колбасой. Соне явно повезло. Сонь, ты любишь колбасу с кетчупом? Ну, если честно, так себе, но явно лучше, чем с кизиловым соусом. Давай, пробуй. Не могу вообще решиться на это, но... Фу. Знаете, этот кизиловый соус похож на соевый соус. Ну, похож. Как твои ощущения? На самом деле вкусно. Сначала отречительно как-то, типа сладкий, колбаса. А потом как бы нормально и даже вкусно, поэтому я съем еще один кусочек. Ребят, Вика старается ради вас, поэтому поставьте ей лайк. А мы переходим к третьему раунду. Третий раунд. И девчонкам в этом раунде достался обычный йогурт питьевой. Сейчас я разолью их по стаканчикам. Сейчас я девчонкам выдам бумажечки, и они узнают, какой соус они будут добавлять в свой йогурт. Как думаете, кому какой соус достанется? Я надеюсь, что мне попадется что-нибудь хорошее. Я, конечно же, тоже надеюсь, что мне повезет. Бумажечки. Два. Один. Поднимаем крышечки, и сейчас мы узнаем, что вам досталось. Раз, два, три. Ура, мне повезло. Мне достался малиновый сироп. А Соне не очень. Соне достался томатовый сок. Фу, йогурт с томатным соком. Это ужасно. Ну ты же не пробовала. Ну вот, попробуем и скажу, как это. Блин, у меня опять проблемы с открыванием. Вика, наверное, ты с утра мало ешь кашу. Да, наверное, надо побольше. Вливаем. Так, хватит? Нет. Еще, еще. Смотри, сколько Вика добавляет в свой йогурт. Давай, все равно. Если так смотреть, то по цвету малиновый сироп и томатный сок, они похожи. Красненький, красненький. Но сейчас девчонки будут это пробовать и скажут вам свои ощущения. Соня, начнем с тебя. Мне так страшно. А вы когда-нибудь пробовали томатный сок с йогуртом? Нет. Вот и я не пробовала. Все когда-то нужно в жизни пробовать. Может, он не такой противный? Противный. Бедная Соня. Давайте перейдем к Вике, а Соня пока немножко успокоится. Да, мне кажется, я налила очень много сиропа, но ладно. А у тебя попа не слипнется от такого количества сиропа? Возможно, но я сейчас попробую. Фу, очень сладко. Мне очень сладко. Мы переходим к следующему раунду. Четвертый раунд. И сейчас девчонки поедят вкусные-вкусные макарошки. С разными непонятными соусами. Например, Вике достанется вкусный соус, а Соне не очень. И сейчас мы это выясним. Тяните бумажки. Хоть бы мне попался какой-нибудь сырный соус. У меня цифра два, у меня один. Значит, это вам надо поменять тарелочки. Это тебе, а это тебе. Раз, два, три. Вика, тебе достался устричный соус, а Соне гранатовый сладкий соус. Фу, гранатовый соус с макаронами? Это жесть. Ну, я знаю, что этот соус добавляют в шаурму. И вроде все. Я вот не могу себе представить, как можно есть макароны с устричным соусом. Сейчас девчонки это проверят. Добавляйте. У меня опять... А нет, не проблемы, все. Я открыла, я наконец-то открыла. Дай понюхать. Что-то не очень вкусно пахнет. Пахнет, как соевый соус. Вот серьезно. Давай, выливай. Ой, что-то я много себе налила. Соня, чего ты так мало добавляешь? Добавляй побольше. Ну и я тогда себе тоже чуть побольше. Вот так вот. Ну ладно, брат за братом. Берите вилочки и начинайте пробовать макарошки со своими соусами. Я же перемешаю, чтобы так вкусненько мне было, так сладенько. Да, не сладенько, а больше солененько. Как тебе? Нормально? Ну, в принципе, есть можно. А Сони, я вижу, не очень вообще. Вы посмотрите на бедное лицо Сони. На что вообще она идет, когда дело касается разных челленджей? Кстати, это не настолько сладко, как кисло. Кисло-сладкий? Да, я бы так назвала. Очень необычный вкус, но я бы не сказала, что противно. Ты хочешь сказать, что тебе понравилось? Угу. Ну, мне, кстати, наоборот, не понравилось, потому что какой-то очень странный соус. Он кислый, непонятный, еще пахнет странно. Я что-то не поняла. Вроде как Вике попался нужный соус, а Соне нет. Так получилось то, что Соня доедает макароны с гранатовым соусом, а Вика даже половину не съела тарелки макарон с устричным соусом. Как-то странно. А теперь у меня задание для тебя. У меня есть обычная миска с водой и мандарин. Как думаешь, что будет с мандарином, если я его опущу в воду? Варианты ответа пиши в комментариях. А в конце ролика я проведу эксперимент, и вы увидите правильный ответ. Пятый раунд. И девчонкам достались крабовые палочки. Ах, если бы не челлендж, я бы их съела. Сейчас девчонки будут есть эти крабовые палочки, и какой соус им достанется, сейчас мы узнаем. Берите бумажки. Я вообще без разницы, с чем есть крабовые палочки, потому что я их очень-очень люблю. У меня цифра один, у меня два. Так, Сонь, это твой соус, а это, Вика, твой соус. Раз, два, три. И у меня майонез. А у Вики хренадер, ядреный. Мне кажется, я покричилась, когда сказала, что я съем в любом виде крабовые палочки. Ну, а мне повезло, потому что я считаю, что крабовая палочка и майонез, это очень вкусно. Просто Соня у нас маленькая обжорка, она съедает все, что ей попадается на пути, да, Сонь? Да, есть такое. Вик, если ты не можешь, можешь не есть, можешь просто крабовую палочку съесть, хочешь? В смысле, у нас же челлендж. Я же ела макароны с гранатовым соусом. Но ты же сказала, что они тебе понравились. И что, может ей тоже понравится крабовая палочка с хренадером, кто знает. Ребят, я предлагаю Вике чуть-чуть намазать на крабовую палочку от соуса, потому что он нереально ядреный. Все, нет, я решила, я настроилась, мое имя означает победа. Я намажу нормально и съем полностью эту крабовую палочку. Ужас. Я готова помирать. Вода, вода в студию. Господи, Вика, зачем ты это сделала? На, быстро, 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 забивай, быстро. Я просто в шоке с Викки. Ну как, тебе полегчало? Мне полегчает, если вы под этим видео поставите лайки. Вот, тогда мне полегчает. А как тебе? У меня очень вкусно. А мы переходим к следующему раунду. Шестой раунд. И на этот раз девчонкам достанется вкусная сладкая шоколадка. Это моя любимая шоколадка. Это тебе палочка. А это тебе палочка. Стоп, стоп, стоп. Соня, нельзя пока есть, пока вы не выбрали соусы. Выбирайте. Один, два. Вика, это твое. Соня, это твое. Раз, два, три. Это что-то в виде нутеллы, наверное. Попробуем. Это шоколадное сгущенное молоко. Соня, что тебе досталось? У меня селедочное икорное масло. Боже, какой ужас. Может, я все-таки просто так съем шоколад? Нет, у нас Вика в прошлом раунде ела же крабовую палочку с хренадером. Это же челлендж. Чтобы растянуть удовольствие, мы начнем с Вики, а потом перейдем к тебе. Господи, как же я рада, что мне повезло. Мне не придется есть селедочное икорное какое-то масло. Я вообще не люблю рыбу и что-то связанное с ней и с икрой. Смотрите, какая красота и как это все вкусно выглядит. Ребят, а вы знали то, что Вика у нас сладкоежка? У тебя точно попа не слипнется? У меня вот теперь точно не слипнется. Честно, я немножко завидую Вике, потому что она сейчас сидит и ест шоколадку с шоколадной пастой и сгущенкой. Это ааа. А мне ты не завидуешь случайно? Конечно же нет. Понюхай. Ну, если на хлеб намазать, то самое то. Но я никогда не пробовала это масло с шоколадкой. Мне прям макать, что ли? Да. Давай. Ну, как твои ощущения? Все очень плохо? Угу. Я предлагаю пожалеть немножко Соню и макнуть ее оставшуюся шоколадку Викинг Соус и дать Соне вот эту вкусную шоколадку заесть. А мы переходим к следующему раунду. Седьмой раунд. И девчонкам досталась аппетитная помодорка. И сейчас вы будете тянуть бумажки, чтобы выбрать, какой соус вам подошел. Не, ну вы посмотрите, какие наглые. Они уже тянутся к помидорке, чтобы ее съесть. Выбирайте. Один. Два. На счет три открываем. Раз, два, три. У-у-у-у. Мне попалась горчица. А мне попалась сметана. Как думаете, что к помидору больше подходит? Горчица или сметана? Напишите в комментариях, что лучше подходит. Мне кажется, что лучше сметана. И мне не повезло. Кстати, ребят, я люблю добавлять горчицу в борщ. Это очень вкусненько получается. А так как в борще много помидоров, ну, томатной пасты, а следовательно, я думаю, что горчица идеально подходит к помидору. Давайте это и проверим. А можно в студию, пожалуйста, воды? И полотенце. Я смотрю на моську Сони, и мне ее жалко. Вот это, вот это, вот это. Соня даже начала скулить. Ужас очень-очень неприятный. Ребят, давайте оставим Соню немного отходить от хрена с помидоркой и перейдем к Вике. Я, конечно, понимаю, что мне повезло лучше, но я не очень люблю сметану. Ну, ладно, я окуну. Соне только что досталась горчица с помидоркой. А ты тут привередниваешь то, что ты не любишь сметану с помидоркой. Ешь. Я тебе предлагаю закатать рукава немножко. Не, все, я буду, хочу быть свиньей. Вика у нас не только сладкоежка, но и свинюшка. Ммм, а все-таки вкусно. Соня, ну как, ты отошла? Да, немного отошла, но это было отвратительно. Никогда не намазывайте горчицу дядя Ваня русская крепкая на розовый помидор. Я предлагаю перейти к следующему раунду. Пока девчонки отходят от моих издевательств, у нас восьмой раунд. И девчонкам в этом раунде достается кофе. Ароматный кофе. Так бы прямо выпила. А ну-ка. Нельзя. Выбираем бумажки. Два, один. Раз, два, три. Мне молочко. А мне попался сок из томата, огурца, перца, лука и чеснока. Вы только посмотрите на эту гадость. И мне придется это в кофе себе добавить? Да. Давайте по очереди. Сначала Вика, потом Соня. Кожа с молоком. Это такая вкуснятина. Соня, твоя очередь. Функциональный детокс сок. Я думаю, что отдельно он вкусный. А вот с кофе я очень сильно сомневаюсь, что это будет вкусно. Все, 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 хватит. Нам же нельзя тебя потерять. Как тебе, Соня? Хотя нет, я была не права. Он и так очень-очень невкусный. Зачем ты его опять пьешь? Ну, я думаю, что просто так он вкуснее, чем с кофе. Что ты так порчишься? У тебя кофе с молоком. Обычный напиток. А, как хорошо. Я так рада, что вот мне попалось молочко и кофе. А вот Соне вообще не повезло. Прям вот от слова совсем. Соня, пей. Я очень сильно не хочу это пить. Может, ты? Нет. Ну, вы же мои подопытные кролики. Отвратительно. Ну, как тебе? Воды, 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 воды. Как ты думаешь, это вкусно или нет? Не знаю, я лично на себе проверять не хочу. А ты попробуй еще раз. Нет, нет, я больше не буду это пить. Это ужасно. Нет, нет, уберите это вообще отсюда. Я предлагаю Соню не мучить и перейти к следующему раунду. И у нас девятый раунд. Вы посмотрите на моих подопытных кроликов. Они еще пока живы. Но я же хочу их доконать. В этом раунде девчонкам достался аппетитный кусочек сыра. И сейчас мы посмотрим, какой же соус им достался. Берите бумажки. Два. Один. Раз, два, три. А это что такое? Ой, я вижу уже острый перчик и мне уже не нравится. Это оливковое масло с острым перцем. А Соне достался мед. Я думаю, что сыр с медом это очень вкусно, поэтому мне так повезло. Ребят, я вот не знаю, что лучше. Я вообще не ела бы ни сыр с медом, ни оливковое масло с красным перцем и сыром. Пожалуй, я приступлю. Начнем с Сони, да? Я намажу себе побольше, потому что это должно быть вкусно. И завернем как блинчик. Если честно, я ненавижу мед. Вообще никакой. Я когда была маленькая, смотрела Винни-Пуха, и он так аппетитно ел мед. Но когда я его попробовала в жизни, он такой мерзкий. Соня, тебе правда нравится? Угу, очень вкусно. Ужас. Давайте перейдем к Вике. Открываем. Мне так страшно, я не хочу. Я не хочу помирать такой молодой. Не утрируй. Если хочешь, можешь пшикнуть совсем немного. Теперь приступай, ешь. Да не умрешь ты, ну максимум, живот заболит. Мы тебе таблеточки потом дадим, правда? Ну как тебе? Можно воды в студию? Человек задыхается. О, как хорошо. Если честно, мне эта травма вообще не нравится. От слова совсем. Не мед, не это масло. А мне очень понравилось. У девчонок какие-то, знаете, странные вкусовые рецепторы. Рецепторы. Ребят, помните, я в середине ролика давала вам задание. И обещала провести эксперимент с мандаринкой водой. Сейчас я вам покажу, что будет, если опустить этот мандарин в кожуре в воду. Смотрите. Он плавает на поверхности. И если ты написал, что он будет плавать, то ты почти молодец. Потому что можно мандарин очистить. И вот если его в таком виде, уже очищенный, положить в воду, то он будет на дне. А знаете почему? Когда мандарин в кожуре, в нем присутствует воздух. За счет этого мандарины плавают. А когда мандаринка без кожуры, там уже не присутствует никакой воздух, то мандаринка сама тяжелая. Поэтому она опускается на дно. И если ты дал именно такой ответ, то ты просто супер-пупер молодец. Зайка. Если вам понравился этот челлендж, то не забывай подписаться на канал, чтобы у тебя кнопочка стала серенькая, а не красненькая. Нажимай на колокольчик, чтобы тебе приходили новые уведомления. И голосуй, кто справился в этом челлендже больше. Вика или Соня. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok